Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Особенности уборочной компании будем обсуждать с нашей сегодняшней гостьей. Присоединяйтесь. Елена Филиппович – заместитель начальника управления идентификацией растений и водства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облсполкома. В 1997 году окончила Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины по специальности «Биология». Работала технологом и инженером-химиком на производстве, агрохимиком на Гомельской областной проектно-изыскательской станции химизации сельского хозяйства. Санимала различные должности в структуре Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облсполкома в нынешней должности с 2018 года. На вопросы, которые касаются проведения уборочной компании в регионе, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340 043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Елена Петровна. Рада вас видеть. Здравствуйте, Ольга. Прежде чем мы перейдем к основной части нашей беседы и к ответам на вопросы телезрителей, давайте посмотрим короткий анонс событий наступившей недели. Мастера высоких надоев и привесов получат награды за свой труд. 13 августа в Мозере состоится чествование лучших доярок и телятниц региона. В четверг, 15 августа, помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, проведет прямую телефонную линию и прием граждан в Калинковичском райисполкоме. Номер прямой линии 8 02 345 3 17 09. Она пройдет с 14 до 15 часов. Прием по предварительной записи. В пятницу 16 августа в деревне Старое Дятловичи Гомельского района состоится торжественное перезахоронение останков военнослужащих Красной Армии, погибших в 1943 году. В субботу 17 августа на месте дислокации партизанского отряда большевику у партизанской кренички состоится встреча поколений. Партизанский отряд был создан в августе 1941 года во время оборонительных боев за Гомель. Бойцы организовывали диверсии на железных дорогах и автомагистралях. Вместе с частями Красной Армии участвовали в освободительной операции «Багратион». А прямо сейчас в прямом эфире мы предлагаем вам обсудить особенности этой уборочной кампании. Еще готовясь к новому сельскохозяйственному году, в регионе во многом пересмотрели агрокарту, где-то отказались от пассивов яровых, где-то увеличили кукурузу, чтобы восполнить недостаток кормов. Расскажите, пожалуйста, как в целом меняется структура пассивных площадей в нашем регионе и как это будет происходить в дальнейшем, уже исходя из накопленного опыта? Вы правы, структура пассивных площадей постоянно меняется. Она должна быть более пластичной и адаптироваться по те условия, которые у нас окружают. Мы с вами прекрасно видим, что последние годы у нас летом очень засушливо. У нас сложные условия для того, чтобы вырастить какие-то культуры. Поэтому идет сдвиг в сторону получения кормов для того, чтобы общественное поголовье обеспечить. Но зерновой клин, тем не менее, не меняется. Вот если так структуру пассивных площадей взять целиком, ее можно разделить на три условных больших блока. Это зерновая группа, куда входит у нас с вами озимые, зерновые культуры, однолетние культуры. Так вот здесь у нас есть некий сдвиг. Мы решили, проанализировав ситуацию по сохранности озимых и яровых в условиях летней засухи, пришли к выводу, что яровые культуры хуже переносят засуху, поэтому решено было несколько уменьшить их долю в структуре пассивных площадей. Таким образом, у нас на будущий год планируется объем зерновых яровых на зерно где-то около 115 тысяч гектар, а озимых – 218, больше, почти в два раза. Второй блок, если мы рассмотрим, это кормовые культуры. Здесь у нас существенную долю занимает кукуруза на сивас, поскольку поголовье скота растет ежегодно, его нужно обеспечить качественными кормами, а культура, которая хорошо себя показывает в условиях дефицита влаги – это кукуруза. Поскольку вы сами видите, выезжаете за город, видите, что летом, когда наступает период жары, солнце светит неимоверно, осадки не выпадают месяцами, то травы вянут, засыхают, соответственно, запастись и снять полноценных два укоса представляет большую трудность. Поэтому кукуруза как раз культура прекрасно переносит вот эти условия. Поэтому ее доля выросла, стало где-то 220 тысяч гектар. И в структуре многолетних трав тоже есть двиг. Это не злаковые травы, там ежа, тимофеевка классические, которые у нас растут, а это люцерна. Это бобовое многолетнее растение, которое содержит достаточно высокое содержание белка у него. И плюс оно дает прекрасный урожай, там 3-4 укоса за сезон. И хорошо приносят вот эти условия сложные наши агроклиматические. Ну и, конечно, нельзя забывать о том, что к зерновым еще относится большой блок – это кукуруза на зерно. Потому что тоже оно занимает у нас порядка 100 тысяч гектар. И в этом году и на будущий год планируется сохранить такую величину. Останется примерно на таком же уровне? Да, останется примерно на таком же уровне. Ну вот давайте для сравнения определим. Вот в прошлом году у нас валовый объем зерна составил в весе доработки, то есть это в окончательном весе, где-то 880 тысяч тонн. Из них 290 – это была кукуруза, которая занимала всего лишь 50 тысяч гектар. Всего лишь 50. И дала такой большой объем, почти 300 тысяч из 800. Поэтому и выгодно ей заниматься. Урожайность существенно высокая. Или у нас у зерновых в среднем выходит урожайность в лучшие годы по 30 сантиметров с гектара, а сейчас и того меньше, то кукуруза дает 60 сантиметров. Это в среднем весе после доработки. Конечно, есть смысл этим заниматься. Ну, посеяли вовремя все технологические требования. Соблюли, а отдача оказалась, к сожалению, не такой, на которую рассчитывали. Из-за июньской засухи пострадали многие регионы, особенно с песчаными легкими почвами. У нас это Гомельский, наверное, да? Не только Гомельский район. Ну, вот давайте, раз тема зашла о почвах. Разные виды условий, даже в пределах одной Гомельской области. У нас различные условия. Ну, во-первых, давайте разберем по почвам. Почвы в Гомельской области преобладают песчаные почвы. Их составляет более 50% в соотношении со всеми остальными видами. А если сравнивать Республику Беларусь, то песчаных почв в Республике в среднем 26%, по-моему. Глин у нас 4% всего лишь. И тальфяников тоже около 8%. А остальную долю занимают супеси 36%, ну, до 40%. То есть подходящих почв, таких, на которых хорошо возделывается сельскохозяйственная культура, у нас недостаточно. Соответственно, ибальность почвы у нас значительно ниже, чем в Республике. Ну, допустим, знаменитые районы, Минский, там, Несвежский, Клецкий район, у них средняя бальность почвы там 48 баллов, а у нас 23 в среднем. То есть почти больше, чем в половину меньше. Конечно, и возделывание различных культур осложнено уже даже этим, не говоря на все остальное. Тем более так вот, видите, сложно у нас в этом году с осадками. В прошлом году у нас была очень серьезная засуха, и только к концу июля у нас пошли дожди. И в этом году у нас все, весь весенний период вегетации как раз сложился в условиях дефицита осадков. У нас в двух районах была зарегистрирована почвенная засуха, это Речица и Октябрьский район. Во всех остальных был недостаток. Что это такое недостаток почвенной влаги? Это говорит о том, что в корнеобитаемом слое 20 сантиметров, где, в принципе, находятся все корни наших растений, зерновых, ну, в основном находятся, у них запас почвенной влаги был от нуля до 4 миллиметров. То есть практически ничего. Как растение может развиваться в таких условиях? Конечно, оно приостанавливается сперва в росте, а затем идет уже его гибель и увядание. И как оцениваются потери? Сколько мы вот недоберем из-за этого? Ну, нельзя еще сказать, недоберем. Проще сказать о площадях, которые были повреждены. Ну, вот в этом году у нас 26 тысяч гектар, это у нас была просто гибель, там уже фиксировалась полностью, там нельзя было ничего сохранить, соответственно, эту площадь и получить какую-либо растеневоческую продукцию было невозможно. То есть эти земли уже перепахались и разместились какие-то иные культуры на этой площади. И порядка 76 тысяч гектар у нас было повреждено. Что это означает? Это означает, что в период засухи, когда формировались колоски у зерновых культур, в такой период жары пыльца получается стерильная. И таким образом не происходит оплодотворение, соответственно, в колосе образуются через зернице. То есть в каждой пазухе, где находится маленький колосок, не везде завязывается зернышко. Получается, что колосков вроде бы смотришь на поле достаточно, а тем не менее заполненности зерна значительно меньше. Вот такие площади у нас были, либо их оставили понаблюдать, как они себя будут вести, либо их перевели в кормовую группу или убрали на зерно-сенаж. То есть вот таким образом пытались разобраться с этой ситуацией. Ну, конечно, значительная часть площадей была и пересеяна такими поздними культурами, как проса, пайза, сорга, суданковые гибриды. Ну, вот такими культурами. Они успевают еще за оставшийся период набрать вес. И даже бывали случаи, когда к концу сентября можно было и на зерно получить тоже проса и пайзу, а не только на зеленую массу для корма скота. В продолжение этой темы, климатической, которую мы с вами начали, есть вопросы от наших телезрителей. Сильно ли повлияли дожди и прохладная погода на урожай? Потому что действительно после засухи зарядили дожди. Да. И как это сказалось? Ну, уже к этому времени культуры были сформированы, он скорее мешал их убирать? Совершенно верно. Здесь уже больше повлияло на уборку. Хотя, тем не менее, вот именно по уборке у нас вот эти первые дожди, первое июля, когда начались вот эти ураганные ветры, вы помните, град, осадки, это очень сильно помешало убрать нам рапсы. Поскольку рапсы к этому времени уже были готовы, уже вовсю у нас шла уборочная кампания, и получилось так, что вот эти сильные ветра, они пригибали эту культуру и осыпался рапс. Просто раскрылись стручки и рассыпался рапс. А зерновые культуры, наоборот, вот сейчас очистили дожди, и в результате весь световой день, который бы аграрии могли отдать и готовы сделать это, чтобы собрать весь урожай, не оставив ничего в матушке природе, просто так, неубранным. И тем не менее, не получается это сделать, поскольку после каждого дождя необходим какой-то промежуток времени, чтобы просохла культура, чтобы могли комбайны прийти в поле и начать работать. Это все очень затруднено, тем более мы делали анализ, сколько же у нас прошло осадков за июль месяц. Оказалось, что за июль месяц у нас было только пять дней, когда не шли осадки по всей области. Только пять дней. А в некоторые дни они были и по два-три раза на дню. Соответственно, работы свои очень сложно было распланировать. Конечно, это серьезное затруднение нам сдает, именно для того, чтобы уборку провести. Очень сложно. О том, как она проходит, у нас есть видеоматериал. Давайте сейчас посмотрим сюжет, а после продолжим обсуждение уборочной кампании. Итак, внимание на экран. Погода не способствовала, но зерна будет больше. Таким прогнозом на нынешний урожай поделился председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей. Губернатор принял участие в чествовании экипажей тысячников на сельхозпредприятии «Новая Нива» Лельчицкого района. Высокий результат на счету экипажа Сергея Лоси, Степана Влазнюка, Игоря Заризаки, Анатолия Казаченко. Водителями-тысячниками стали Артем Фитцнер, Валерий Савченко и Андрей Куцев. Не первый год на комбайне. Всегда так вроде нормально работаем в лидерах постоянно. Но первый год, что набрали тысячу. В этом году у нас погодные условия такие хорошие повлияли. Зерно налилось. В моем лидерстве весь коллектив принимает участие. Они набирают, молотят, я перевожу. Если погода позволит, жатву в Лельчицком районе смогут завершить до конца этой недели. Здесь уже убрали почти 80% площадей. Намолотили свыше 17 тысяч тонн зерна. Это превышает прошлогодний результат. Всего на полях района должны собрать зерна на треть больше, чем в 2018 году. Да и урожайность ожидается на 7 сентнеров с гектара больше. Сейчас она составляет 25,5 центнера с гектара. Это превышает среднеобластной показатель, который сложился на уровне 22,3 центнера с гектара. Невзирая на погодные условия, коллективы механизаторов, водителей в этом году подобраны достойные. Хочу их поблагодарить за эту работу, за трудолюбие, за ту работу, которую они сегодня проводят. И каждодневный кропотливый труд. Всего в хозяйствах Гомельщины 62 экипажа намолотили более тысячи тонн зерна. Из них два свыше двух тысяч. Перевезли более тысячи тонн 110 водителей. В том числе один свыше трех тысяч. Около 80% площадей, отведенных под зерновые, в регионе уже убрали. Ближе всего к завершению этих сельхозработ – хозяйство Лоевского, Мозерского и Речицкого районов. Здесь осталось убрать от трех до семи процентов площадей. Ненамного отстают от лидеров Брагинский, Гомельский и Добружский районы. Общий намолот по области составил почти 570 тысяч тонн зерна. В прошлом году в такое время было на 100 тысяч меньше. Позиция Гомельского госполкома и профсоюзных организаций направлена в том, чтобы не походить мимо людей, которые сегодня не постоянно заняты в производстве. Потому что они вносят весомый вклад в наш каравай. Не только в хлеборобном деле, но и в других направлениях, которые необходимы. Сегодня, чествуя наших тружеников, механизаторов, комбайнеров, водителей, мы в первую очередь выражаем слова благодарности за их труд. Труд, который сегодня необходим для того, чтобы собрать урожай, тот, который выращен на Гомельской земле. Да, есть определенные проблемы у нас, которые мы сегодня имеем в области производства зерна. Да, мы выходим на уровень больше прошлого года. Будем иметь в этом определенные показатели и определенные выше производственные показатели, и тоже и валом сборы. Поэтому задача, которая стоит на следующий год, конечно, нарастить. И позиция сегодня госполкома – это совершенствование системы земледелия, совершение системы севооборота. Это уже вопросы рассмотрены, и на сегодняшний день они требуют реализации. Люди у нас есть, потенциал у нас имеется, поэтому нужно просто его реализовать. Серьезные виды на кукурузу. Но, опять же, смелые расчеты в условиях изменчивого настроения погоды делать рискованно. Вместе с тем, в текущем году удалось увеличить площади, отведенные под эту культуру. 100 тысяч гектаров против 60 прошлогодних. При благоприятных условиях с этой территории можно будет получить около полумиллиона тонн зерна. Вы смотрите «Диалог». Елена Филиппович, заместитель начальника управления интенсификацией растений и водства областного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию. Сегодня у нас в гостях. Елена Петровна, работа в полях сейчас действительно от рассвета и до самой поздней ночи. На сегодняшний момент уже более 80%, да? Около 80%, 79,6%. Считай, 80%. Да, это уже существенное значение. У нас уже есть 6 районов, которые перешагнули планку 90%. То есть мы ждем буквально день на день, и будут у нас первые лидеры, которые завершат уборку. Ну, среди этих лидеров можно выделить это Мозырьский район, это Речицкий район, Лоевский район и также Брагин, Добруш и Гомель. Эти тоже наступают на пятки лидерам. Ну и площади, ради справедливости, стоит сказать, что у всех и площади посевные разные. Конечно. У кого-то больше, у кого-то меньше, поэтому тут такие... Ну, районы разные, есть районы побольше, поменьше, площади занимаются разные. Но о валовом объеме производства говорят урожайности. Это первый показатель. Если у нас в среднем сейчас по Гомельской области 22,3 центнера, то есть совсем небольшое значение, то у нас есть и лидеры, у которых есть по 30 центнеров Речицкий район, 29 Мозырьский и Житковичский районы. То есть существенные цифры. Ну, плюс еще, конечно, надо говорить о различных культурах. То есть, например, если сравнивать просто культуры, то самая высокая урожайность у нас на пшенице. 26 центнеров в среднем. И по 21 центнеру это у нас ячмень, третикали и рожь. Ну и овес 20 центнеров, еще чуть-чуть меньше. Вот. Поэтому сказать, что урожайность у нас совсем невелика, нельзя. Тем более можно выделить некоторые хозяйства, у которых урожайность вообще существенная. Например, Холмич Речицкого района, у них более 53 центнеров с гектара получается. Всегда в лидерах. Прекрасные результаты. Да, они всегда в лидерах. Какие-то прогнозы озвучиваются? Сколько соберем в этом году? Мы ожидаем, как и сказал губернатор, больше прошлого года. Но если у нас... В этом году не менее 700. И плюс еще кукурузу ожидаем. Если в этом году на отстой площади, которую мы запланировали, не менее чем полмиллиона 500 тысяч тонн. Поэтому у нас ожидается каравай в рамках миллион 200 в общем объеме. По общему? В общем, по пункту. По сбору. Сколько экипажей тысячников? Есть такая замечательная традиция у нас честовать людей с такими серьезными достижениями, как тысяча тонн собранного зерна и отвезенного. Если речь идет о водителях, так сколько же у нас таких героев этой жатвы? Каждый день же цифры меняются. Если еще на пятницу это было 47 экипажей, то на сегодня уже 57 экипажей тысячников. Из них два экипажа двухтысячников, которые уже набрали более двух тысяч, оба в Речицком районе. Особенно приятно. Холмичи, верно. Холмичи, совершенно верно. Ну и среди вот этого количества экипажей, которые набрали тысячу тонн зерна, можно выделить еще и восемь экипажей молодежи, которые работают на этом. И два экипажа, в котором имеется женщина, тоже из Реческого района, между прочим. Как здорово. Ни возрастных, ни гендерных. Никаких. Да. Никаких преград для того, чтобы убрать изображай. Вообще, если не брать во внимание капризы погоды, то как вы оцениваете эту уборочную кампанию, какие у вас лично впечатления? Насколько все правильно удалось организовать и как сработал коллектив? На мой взгляд, коллектив работал просто прекрасно. Вот смотришь, у нас уже есть некоторые хозяйства, которые завершили уборку. Это у нас 30 хозяйств, которые уже закончили полностью, убрали все площади. Ну и, конечно, это только слаженная работа всего коллектива. И руководство, и главных специалистов, и просто работников, механизаторов, которые выезжают вовремя, приходят на работу, ждут этого момента, улучают каждую минутку, когда можно войти в поле и убирать урожай. Ну и плюс отвозка, которая работает, зерносушилки, которые сушат это зерно. И плюс те машины, которые на отвозе, сдают это зерно в госзаказ. То есть это целая цепочка выстроенной работы, как руководства, так и специалистов. Если нет ее, то тогда и нет. Если какое-то звено выпадает, соответственно, не работает и вся цепочка. Так со звеньями все в порядке? Все звенья одинаково крепки? Все в порядке, все работают. А техника не подойдет? Техника. Ну, нельзя сказать, что не бывает без каких-то аварий. Так нельзя говорить. Конечно, существуют какие-то моменты, но тут же выезжают бригады. Если технику можно перегнать, ее перегоняют. Если нет, если она какая-то там находится на ремонте, на обслуживании, то ее обслуживают моментально, приезжают бригады. Так что работа слаженная, двигается, продвигается. И сказать, что какие-то струднения существенные, то нельзя. Конечно, уборка хлеба – дело всегда ответственное. Мы попросили хлеборобов оценить условия, в которых им приходится работать в этом году. Давайте посмотрим. Проблем-то вроде нет. Все у нас нормально. Техника ходит. Техника неплохая. Обеды, ужины у нас организовано все. Большое спасибо нашим поварам. Хорошо готовят. Большое спасибо руководителям. Организация у нас нормальная. Так что уборка идет в полном ходе. Питание двухразовое постоянно. Обед, ужин, одежду тоже ежегодно получаем. Ежегодно получаем. Вода тоже подвозится. Каждое утро, как на поле, воду нам привозят. Техника тоже хорошая. Но маловато техники. Надо было бы еще техники добавить, если можно. Хорошо, у нас все отлично. Ну, хотелось бы, чтобы техника у нас новая была. И, вроде бы, все. Ну, мы приходим рано. Кабай надслуживаем, все. Вот сколько ваш рабочий день? Когда начинаете, когда домой приходите? Ну, рабочий день где-то с 7 утра и до 8-9 вечера. Тяжело? Не очень, я уже привык. А сколько вы лет работаете? Я уже 20 лет на комбайне. Дожди, сильно мы не перетомлялись. Но если погода, так мы работали с утра до позднего вечера. С обедами у нас два раза кормление. Обед и ужин. Отлично, хорошая наша своя столовая готовит сейчас. По технике. По технике. Ремонтировали. В основном комбайны практически все работали. Если там бывает, там такая мелкая поломка, то быстро мы устраняли. Вы смотрите «Диалог». Мы обсуждаем сегодня нюансы уборочной кампании. Мы в прямом эфире, поэтому если у вас есть вопросы или вы хотите поделиться вашим мнением, то можете нам звонить. Лена Петровна, я думаю, что это уже повсеместное явление. Условия труда, отдыха, приема пищи в сельском хозяйстве налажены. Одинаково хорошо. Тут вопросов ни к кому нет. Но как вы, вот какую ситуацию оцените. Ведь проводятся мониторинги, проводятся постоянные рейды. И МЧС выезжает, и ГАИ выезжает, и УВД держит ситуацию на контроле, и прокуратура. Были какие-то серьезные нарушения где-то в период уборочной кампании? Нельзя сказать, что они были только в этот период. То есть бывают нарушения в течение года. Конечно, бывают там, но это связано именно с перегоном транспорта иногда. Но сказать, что существенное нарушение в работе, связанное с питанием, с рабочими местами, то этого сказать нельзя. Потому что, вот как сейчас люди прекрасно рассказали, что двухразовое питание не менее. Плюс, давайте будем говорить, что некоторые сельхозорганизации, для того, чтобы их работникам было комфортно работать, вообще делают питание абсолютно бесплатным. То есть они за свой счет их кормят. В других организациях у нас идет оплата, удерживается из зарплаты стоимость. И опять же, колдоговор предусматривает удешевление таких обедов от 70 до 90%, в некоторых случаях даже до 100%. И как вы думаете, вот сколько стоит обычный обед механизатора в поле? Вот любопытно даже, как вы можете представить. Мы же с вами ходим в столовую и видим, какие цены там на полноценный обед. Так вот, у нашего механизатора стоимость в среднем составляет 50 копеек за обед. Может быть и 25, может быть и рубль. То есть это 10% получается приблизительно от общей стоимости? Ну, наверное, да. Где-то 10-15%. Все равно оплачивает хозяйство. Это правильно, это тяжелая работа, это большие затраты. Конечно, тяжелая работа, целый день в поле. Да вот, когда жара, тяжело дышать. Понятное дело, что у нас всем техника обеспечена кондиционерами. Но тем не менее, все равно это сложный труд, монотонный, скажем, даже труд. Поэтому человеку после такого труда нужен перерыв, обед полноценный и второй потом обед. Эти нормы соблюдаются, да? Соблюдаются, конечно, соблюдаются. Плюс не все же у нас работники села, которые в период уборки работают только на полях. А те работники, которые на мехдворе обслуживают или чинят какую-то технику. И масса других специалистов, которые тоже работают, те же агрономы и все остальные. Они тоже должны, их тоже труд нужно ценить. Поэтому в таком случае предусматриваются санитарно-бытовые помещения, в которых имеются чайники и микроволны. Да, и это контролируется очень жестко. Очень жестко, очень. И тут каждое хозяйство проверит. Это можно не сомневаться. Елена Петровна, у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мы каждый год, как говорится, проводим уборочную кампанию. Все время у нас одна и та же ссылка идет. Вот по годам мешает и так далее, и так далее. Вот есть разные у нас предприятия в Реческом районе. В одних там хорошая урожайность, у других плохая. Может, там у нас где-то вопросы есть в этом. Организация этой уборочной кампании или вообще всего оборота этого. Вот скажите, пожалуйста, можно это исправить или нет? Вот в прошлом году все нам мешало погода, и в этом году там ссылка на погоду. Когда мы уже будем вот четко заниматься вот чистой земледелием, вот в чем помешало организатор, мне кажется, труда там, не везде одинаково. Спасибо большое за ваш вопрос. Вопрос закономерный, но не случайно Гомельщина называется зоной рискованного земледелия. Совершенно верно. И здесь делать ставку на какой-то конкретный результат, что он гарантирован, никогда не приходилось. Никогда. Да. Ну, конечно, вот человек говорит о том, что в Реческом районе он прав. Действительно, Реческий район, он совершенно разный. Есть сильное хозяйство, есть, назовем их, слабое хозяйство. Конечно, слабому хозяйству сложнее дотянуться до сильного. Во-первых, у него техники меньше, как правило. Почему слабые? У него, вероятно, всего техники меньше, меньше единиц техники. Поэтому ему сложнее угнаться за темпами другого хозяйства. Ну и, конечно, никто не говорит о том, что грамотное управление и своими кадрами, и техникой, и распоряжением, какие приработы в приоритете, а какие нет. Это имеет существенное значение. Говорить о том, что сменить нужно направление по структуре посевных площадей, я уже, в принципе, назвала, какие у нас позиции меняются в структуре для того, чтобы достичь наибольшего результата. Ну, конечно, надо разбираться в каждом случае отдельно. Ну, руководители хозяйства, они держат отчет перед управлением о том, что у них, сколько, где, какие площади? То есть докладывают об этом, да? Конечно, не только управление. У нас практически несколько раз в неделю обязательно бывает видеоселекторное совещание с участием губернатора, где рассматриваются основные вопросы. К этому совещанию, как правило, готовится информация. Она не только в разрезе районов, она в разрезе сельхозорганизаций. Для того, чтобы можно было точечно указать на какие-то моменты, что там нужно поправить. Может быть, району нужно повернуться лицом к проблеме. И если хозяйство не успевает, или у него там с техникой какая-то проблема. Ну, бывает же так, знаете, раз, и все поломалось. И одна, и вторая, и третья единица. Вот оно так и бывает. Бывает такое, да. Как правило, все работает, он одновременно все ломается. В таком случае, те хозяйства, которые уже находятся в стадии завершения, технику, переброску осуществляют. Для того, чтобы помочь вот этим отстающим, подтянуть их немножко, чтобы средний уровень по району сохранился на достаточном уровне. Опыт накапливается, и постепенно люди начинают, наверное, понимать более основательно, что в какой ситуации, где может быть прокол. Что, и как ее не допустить, и как ее исправить, пока еще она не стала факальной. Ну, конечно, ну и плюс, конечно, кадровый менеджмент тот же самый, да. И команда. То есть команда. Решает все. Нужна команда, нужны кадры, люди трудолюбивые. И люди, которым их усилия будут компенсированы, которые знают, за что они работают и сколько они получат. Вот сейчас сколько зарабатывают работники сельского хозяйства? Ну, зарплата средняя, если вы имеете в виду, она не очень велика. Но в период уборки она всегда сильно возрастает, особенно у тех, кто занят на этих работах. Ну вот я просила подготовить нам информацию, мы рассматривали ее, то получается таким образом, что механизаторы, комбайнеры, в принципе, могут получать за один день работы до 150 рублей. Это существенные цифры. До 150 за день. И водителя на отвозке до 80 рублей. Тоже очень большая сумма. Ну, понятно, это не говорит, потому что у всех поголовно такие величины. Как правило, это в тех хозяйствах, у которых и технология соблюдалась, и, скажем так, средства свободные имеются. То есть они не обременены налоговыми бремием сильно. Поэтому там цифры ставятся и повыше. Но, тем не менее, в каждом хозяйстве руководитель старается поддержать своих работников на этот период, стимулировать их по максимальному пределу, для того, чтобы работа шла вперед быстрыми темпами. Есть вопросы, уже поднакопились на нашем портале Viber. Давайте уделим им внимание. Когда планируется завершение кампании? Такое лето, как в этом году, не заставит ее затянуться. Почему нельзя затягивать, кстати? Почему вот это вот такая спешка? Ну, почему нельзя затягивать, это простой ответ. Зерно осыпается, если его не убирать. И потеряем. Потери. Плюс, если долго зерно стоит, например, это характерно, по-моему, для тритикали, когда долго зерно находится в колосе и постоянно идут осадки, наблюдается прорастание зерна. Соответственно, нужно эти площади максимально быстро и убрать. Вот это первая причина, чтобы не потерять и сохранить все, что есть. Не заставит ли погода затянуться? Затянуться. Она уже затянулась, наша уборочная кампания. При том, что быстрее, чем в прошлом году. Мы начали раньше работать. Но в связи с тем, что каждый день у нас были какие-то преграды, остановки идут. Ну, ты сказала, пять дней в месяце, когда были просто целиком солнечные дни. Из них только два дня, а эти дни были подряд. То есть можно было разогнаться сегодня и не сбавлять темпы на завтра. А так это сегодня поработали пять-несколько дней ожидания. Да, я представляю, какую-то досаду. Это досада. А когда ты видишь, когда столько труда вложено, столько усилий положено, и твое зерно осыпается, ты ничего не можешь поделать. Это реально обидно. Обидно, конечно. И руководителям, и людям, которые засевали это поле. Да, конечно. Сколько процентов площадей уже убрано в Гомельской области на сегодняшний день? Уже об этом мы говорили. 76%. Да, 76%. Наша Гомельщина на каком месте сейчас по уборке среди других регионов? Ну, скажем так, мы в отстающих. Вот очень странно, да? Мы всегда по темпам работ были в лидерах. Обычно мы были в лидерах. Но вот в этом году мы в отстающих. Но скажем так, что осадки идут в таком количестве только у нас. Сперва у нас жара была аномальная. У всех на севере Беларуси, у всех шли дожди. У нас не было. Сейчас обратная картина. И самая низкая урожайность по стране, к сожалению, тоже у нас. Но это как раз связано с тем, что у нас, вот я поясняла, что это была жара, что через зернице наблюдается. Но вот таким образом оно отразилось. Именно повреждение было, значительное повреждение площадей. Ну, соберем больше, чем в прошлом году. Да, тем не менее. Да, тем не менее. И это, в общем-то, и покажет, насколько точно все рассчитали и как подготовились. Из-за сасухи пострадали не только зерновые культуры, пострадал и лен. Тоже сеяли больше. Сеяли больше. Рассчитывали на хороший результат. А что в итоге получим? Вот какого качества? Ну, нельзя сказать, что мы получим уж совсем плохой результат. Нет. Ну, понятно. Мы в этом году посеяли 5 тысяч. Последние годы мы сеяли 4 300. Сейчас у нас 4 685 гектар в настоящее время. У нас часть площадей была списана именно по причине засухи, по и гибели. Но, тем не менее, урожайность у нас неплохая, неплохая. Объем заготовленной тристы нормальный. И все работы, которые планировались, они идут сейчас по графику. Идет и само потеребление. Вообще, знаете, что такое теребление? Многие люди знают, теребят лен. Что это значит? Это его вырывают полностью с корнем из почвы и кладут вот так лентой на бочок. Они такими лентами располагаются. Как это лежит. Эти ленты лежат на полях. Эти ленты лежат для того, чтобы бактерии почвенные поработали с ними. И у них произошло отслоение вот этих вот лубня, луба, для того, чтобы образовалось волокно. Таким образом, когда лежит долго эта лента, верхняя половина его подсыхает, а нижняя наработает бактерии. Поэтому нужно его вспушивать, либо переворачивать. То есть переворачивать другой стороной, чтобы и та нижняя половина могла поработали бактерии над ними. Поэтому сейчас все работы идут в плановом режиме. Уже убрано у нас почти 86% площадей из запланированных вот этих 4600. Идет очесывание семян. Плюс еще же мы семена должны собраться с этой площади. И есть еще такой интересный момент. В этом году закладывались у нас опыты. Опытные участки по решению президента. В каждой области был заложен такой эксперимент. В котором в одинаковых условиях выращивают лен импортной селекции и отечественной селекции. Для того, чтобы посмотреть, какой будет выход леноволокна, как он развивается. Действительно ли импортная селекция столь хороша и нужно отдавать ей предпочтение. На сегодняшний день эти площади еще зеленые стоят. Еще теребление к ним не подошло. И тем не менее у них визуально, если так можно рассказать, то визуально они практически ничем не отличаются. Наши сорта прекрасно выглядят так же, как и импортные. Осталось только дождаться того момента, когда будет теребление. И мы посмотрим по выходу леноволокна. Посмотрим. Вы нам расскажете, мы расскажем телезрителям. Ну и Елена Петровна, каким этот год стал для овощных культур? С чем в этом году повезло? Овощные культуры, ну они ведь тоже пострадали от засухи. Но тем не менее и площади картофеля сохранились. Хотя, конечно, говорить о том, что будет у нас бешеный урожай картофеля, это маловероятно. Почему? Потому что, если вы помните, в школе на биологии нам рассказывали, что картофель – это как раз культура белорусов, поскольку в прежние годы температура летом у нас в среднем варьировала 22 плюс-минус 2-3 градуса. Поэтому это оптимальное условие для того, чтобы формировались клубни. Особенно клубни формируются в период цветения. А в этом году получилось так, что когда у нас картошка зацвела, было очень жарко. Соответственно, в таком температурном режиме не завязывается клубни. А при 30 градусах оно вообще приостанавливает свое развитие. Таким образом, конечно, говорить о том, что у нас будет бешеный урожай, нельзя. Но тем не менее у нас есть и культуры, которые классические, там свекла, морковь, капуста, но и остальные тоже показывают пока неплохо себя. Спасибо огромное за такой интересный сегодня диалог, Елена Петровна. Елена Филиппович, заместитель начальника управления интенсификацией растеневодства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облсполкома была сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин